Работа как источник дохода, работа как реализация своих знаний и способностей, работа как средство содержания своей семьи. Сегодня поиск работы – сложный вопрос для многих. С какими трудностями приходится столкнуться? Почему труд нередко превращается в форму трудовой эксплуатации? В последние годы для Казахстана проблема стала актуальной. И касается она не только мигрантов, которые прибывают в страну, но и собственных граждан. Понятие торговли людьми пришло в нашу жизнь со всеми прочими признаками капитализма. В период с 2017 по 2018 год более чем в 110 странах мира было выявлено 74 504 человек, ставших жертвами торговли людьми. Это из доклада генерального секретаря ООН. Я хочу отметить, что это было выявлено реальный принцип. Но мы прекрасно знаем, кто работает с этой категорией, что один человек, которому оказываем помощь, говорит о том, что с ним вместе находилось от 5 до 10 человек примерно в такой же ситуации, как и он. Поэтому это как бы только вершина айсберга реально выявленных лиц, которые пострадали. В октубе помощь людям, оказавшимся в трудной, иногда неразрешимой ситуации, оказывают юристы и волонтеры информационно-консультационного центра ДЭРИС. Наряду с коллегами из других городов, под эгидой международной организации «Винрок Интернешнл» они приступили к масштабному проекту «Обучение молодежи противодействию незаконной эксплуатации и торговли людьми». В начале года презентация проекта прошла при участии правоохранителей, миграционной службы, полиции и управления образования. Во время круглого стола участников приветствовала из столицы Казахстана представитель международного проекта «Предотвращение торговли людьми». «Мы активную деятельность начали летом 2020 года в Казахстане. И в рамках наших деятельностей у нас три основных направления. Это региональные направления, профилактика и защита. Региональные – это покрывает все страны в Центральной Азии, пять стран. И это покрывает двусторонние, многосторонние встречи, там разные соглашения и так далее. Любые инициативы, которые делают в другом уровне Центральной Азии. Второе – профилактика. У нас также много инициатив по работе с людьми в группе риска, а также именно по работе со специалистами, которые находятся на передовой, и которые на прямую работают с жертвами, с мигрантами, общей сцентрой, любимыми и слимами, людьми, которые могут оказаться специальной жертвой на торговле людей. Третий компонент – это защита, то есть оказание услуг, юридических, консультативных, также длинных услуг жертвам, а также в рамках этого компонента мы планируем разработку на местном уровне системы передоправления. И по этому подшему направлению мы работаем в Казахстане, а также и в других странах. Термин «торговля людьми» означает не только прямую форму насилия. В целом это обман или принуждение людей к эксплуатационным формам работы, которую жертвы не могут оставить по собственному желанию. Информирование – первый и важный этап ознакомления с проблемой. Проект, который в этом году реализуют в Актубе, призван дать гражданам основные инструменты распознавания форм эксплуатации и противодействия этому. Данный проект направлен на предотвращение торговли людьми и, конечно же, на большое информирование. То есть информационный блок состоит из нескольких больших блоков. Это и информирование населения, это совместное действие с сотрудниками полиции, со службой, пограничной службой. И новым компонентом является совместная работа с управлением образования, введение нового приложения «Смарт-навигатор». Пособие «Смарт-навигатор», разработанное группой авторов для развивающихся стран, где детский труд является одной из самых распространенных форм эксплуатации, впервые будет изучаться молодежью в Актубе. С юных лет граждане Казахстана должны знать, что существуют такие виды эксплуатации, как принудительный или связанный с долгом труд, сексуальная эксплуатация, домашнее подневольное состояние и даже вооруженный конфликт. О том, как миграция создает благодатную почву для торговли людьми и эксплуатации мигрантов. И, как подчеркивают авторы, хотя полный масштаб торговли людьми установить трудно из-за незаконного и часто необнаруженного характера преступления, имеется огромное количество доказательств, которые показывают, что существуют различные формы торговли людьми. Обучение студентов будет проходить в форме тренингов под руководством специально подготовленных ведущих в течение четырех месяцев. Центр Дерис адаптировал программу для нашей молодежи, вместив ее в 13 секций. В рамках данного приложения «Умный навигатор» он пилотный у нас, в Казахстане реализуется только в пяти городах. Далее планируется уже масштабирование по всему Казахстану. И в итоге ребята, студенты, с которыми мы будем работать, они будут не только получать общие знания, которые мы уже и так и так будем проводить с выпускниками в школах, особенно в сельских регионах, которые будут поступать в учебные заведения, в большие города, но и с ними разрабатывать план безопасности. Но и в то же время наши же студенты, эти три студентов, они будут углубленно уже изучать именно ситуации трудовой эксплуатации, сексуальной, то есть это будет не общие, а они получат побольше углубленных знаний. До начала проекта координаторы провели несколько пробных мероприятий с целью выяснения того, насколько интересна молодежи данная проблема. Так более десятка авторов и команд поучаствовали в конкурсе видеороликов. Наш конкурс называется «Наш выбор. Общество без принудительного труда и торговли людьми». Конкурс объявлен среди молодежи Актюбинской области. И основная цель – это взгляд ихний. И хотели бы, чтобы они, когда искали сценарий, думали о сценарий, они смотрели статистику и информацию, и сами в процессе, чтобы готовиться снимать видео, они узнали эту проблему и с точки зрения молодежи сами бы этим молодежам рассказали бы, что это актуальная проблема и что оно сейчас важно в этом обществе. Победители получили дипломы и книги. Ребята рассказали, что впервые обратили внимание на положение мигрантов и задумались о том, что жертвой эксплуатации в принципе может стать любой человек. К сожалению, даже в своей стране и не выезжая за рубеж. «Мы не можем сказать, чтобы вся молодежь знает, но та команда, которая работала над этим роликом, они уже знают проблему, актуальность проблем, и зачем должна вообще решаться эта проблема». Первой группой студентов, которые приступили к тренингам по проекту «Предотвращение торговли людьми», стали учащиеся Актюбинского колледжа строительства и бизнеса. По согласованию с управлением образования, именно этот колледж – столба за изучение смарт-навигатора. «Наш колледж присоединился к этой программе, организованной Центром Дэрис, так как мы разделяем их цели. Студентам нужно знать, как предотвратить торговлю людьми и самим не стать жертвами. В тренинге будут участвовать 30 студентов первого курса нашего колледжа». Вчерашние школьники, которые стали участниками проекта, знакомятся друг с другом и своими тренерами. Большинство из них, к счастью, только понаслышке, знают о проблеме трудовой эксплуатации и торговли людьми. Но в актуальности этой темы не сомневаются. «В нашей стране, думаю, это важно, так как у нас сейчас это очень популярная тема. Во многих странах, даже у нас, это встречается очень часто. Вот в Актюбинской области также бывают случаи, в особенности среди молодежи. Это от 12 до 17 лет. Среди студентов также бывает, что, например, они хотят подработать где-то, они выходят и работают, но им не выплачивают зарплаты. Среди взрослых людей также очень встречаются». «Эта программа сегодня начинается в пяти городах Алматы, Актюбе, Нурсултан, Актау. Так бывает, что девушки попадают в сексуальное рабство, люди продают органы. Мы должны извлечь из этого уроки, чтобы предотвратить в будущем». «Занятия будут проходить в игровой форме. Тренинг – это не лекции, не уроки в общепринятом понимании, подчеркивают ведущие. Заучивать и сдавать зачеты здесь не придется. Важнее понять и прочувствовать, насколько важен личный вклад каждого в борьбу за право на труд и справедливое вознаграждение». «Все занятия будут проводиться в интерактивной форме. То есть они будут здесь не только получать какие-то новые знания, как предотвратить ситуацию торговли людей, как не попасть, повышать правовую грамотность, но вместе с тем эта программа направлена на то, как развивать жизненно важные навыки. Это такие критическое мышление, креативное мышление, умение выражать свое мнение, доказывать, приводить аргументации, устанавливать коммуникации, развивать эмоциональный интеллект, раскрываться. То есть все те жизненные навыки, которые нужны нашим молодым, будут именно прорабатываться на данных занятиях». Понятия данные в пособии «Смарт-навигатор» простые и доходчивые. Например, подробно разбирается, какие распространенные уловки используют торговцы людьми. Могут притвориться законным посредникам, брокерам, другом, который хочет помочь. Предлагают высокую зарплату за работу, часто выше обычной зарплаты. Заставляют мигранта платить за прием на работу или оплачивают транспортировку мигранта, или дают ему взаймы, чтобы обеспечить, что он или она останется на работе. Торговец с людьми обеспечивает, чтобы жертва была должна ему деньги. Забирает документы, удостоверяющие личность. Обманом доставляет мигранта на место работы в пункте назначения. Организаторы проекта не считают, что он предназначен только для юристов или общественников. Данная работа важна для всех граждан. И чем раньше они об этом узнают, тем лучше. По завершению данного курса мы студентам, которые полностью прошли курс обучения, будем выдавать сертификаты. То есть сертификат, который будет подтверждать, что они тоже имеют право проводить такие занятия, тренинговые занятия. В зарубежных странах, где этот опыт внедрен, там организовываются молодежные клубы. И в принципе это будет основой, возможно, основой для создания каких-то социальной направленности молодежных организаций, клубов. То есть, возможно, кто-то из них захочет даже стать тренером, учить своих сверстников. Поэтому эти навыки нужны и знания тоже. Пособие дает точные, конкретные определения, к которым ребята приходят через изучение и анализирование различных ситуаций, кейсов. Например, детский труд наносит вред молодым людям, когда они выполняют работу, которая причиняет вред их телу, работу, которая наносит вред их разуму, работу, которая мешает их образованию, работа, которая наносит вред их будущему. Взрослые тоже становятся предметом торговли для целей трудовой эксплуатации. Лица, ставшие жертвой торговли, попадают на работу, где им не платят, они подвергаются сексуальному насилию, они не могут уйти, им угрожают силы, если они уйдут, им угрожают арестом, если они уйдут. Они должны работодателю деньги, и поэтому им не разрешаются уходить. Зная, что все это считается формами эксплуатации, люди смогут обращаться за помощью и рассчитывать, что закон защитит их. Глобальная цель данного проекта – это безопасная миграция и предотвращение торговли людьми. Чтобы население, граждане Республики Казахстана, иностранные граждане или вообще лица без документов, они все должны знать, они будут информированы именно о, как не попасть в такой ситуации, если попали в такую ситуацию, иметь план безопасности, как выйти из этой ситуации, куда можно будет обратиться. В дальнейшем не только студенты будут проходить подобные тренинги, но и школьные психологи, классные руководители. Среди них тоже появятся новые тренеры, которым предстоит большая и важная работа по противодействию такому масштабному бедствию, как эксплуатация и торговля людьми. Редактор субтитров А.Семкин